Парламент Казахстана одобрил во втором чтении поправки в закон о религиозной деятельности религиозных объединениях. Кроме запрета на одежду, закрывающую лицо, есть еще одно нововведение. Детям до 16 лет запретили самостоятельно посещать богослужения в храмах и мечетях. Справить религиозные нужды можно будет только с одним из родителей или близким родственником, и то при условии, что против этого не возражает другой родитель. И подтверждает свое согласие в письменном виде. Светлана Глушкова с подробностями. В скором времени у пастора церкви адвентистов седьмого дня Андрея Тетюряка прибавится обязанности. Кроме проповедей и бесед, у прихожан с детьми он должен будет проверить документы, а если дети придут одни, отправить за родителями. Уже сейчас в Казахстане его могут привлечь к административной ответственности и приостановить работу церкви, если он допустит на службу ребенка, а кто-то из родителей вдруг окажется против. Семьи неполные бывают, и родители в разводе находятся. И вот когда родители начинают делить детей или свое влияние на детей, то могут и этот инструмент использовать в свою пользу. Священнослужитель не может знать всех, кто приходит на это богослужение. С появлением новых норм в законодательстве появятся и новые поводы для еще более жестокого надзора за религиозными объединениями, уверен пастор. А пока проект еще не подписал президент Казахстана, дети еще могут самостоятельно посещать храмы и мечети. Мы должны защищать сознание чувства молодежи. Есть разные негативные течения и есть негативные высказывания, которые овладевают молодежью. От этих рисков надо защищать. Большинство религиозных общин просили депутатов снизить возрастную планку посещения богослужений с родителями до 12 лет. Аргументы просты. У детей тоже есть права и потребности веры, а подростки не могут быть под постоянным присмотром родителей. В свою очередь детям из неблагополучных семей из-за этой нормы станет труднее посещать богослужения и воскресные школы. В парламенте не прислушались. Принятые поправки объяснили борьбой с экстремизмом и терроризмом.